Сегодня мы с вами ступаем на скользкую тропу в современном мире, где больше нет тонких интуитивных символов, где все нарисовано большими линиями, перечеркнут опыт, где сложные понятия разбиваются в дребезги, из их осколков наспех собирается новый угрожающий примитивный мир. Мир псевдонауки, псевдоискусства, псевдодуховности. Полным ходом идет подмена понятий, все это внедряется не уговорами, а грубой силой, либо наспех сколоченный совершенно бездарной пропагандой. Однако есть на этой многострадальной планете одно место, где пока еще идет тонкая, изощренная, лицемерная игра. И это место Ватикан. По правде сказать, я чуть опоздала со своим сегодняшним спичем. Казалось, папа в отставке, будет жить вечно, а он взял и покинул нас. Так в чем игра? Обрисую ситуацию такой, какой ее видят в Италии люди наблюдательные, знающие правила игры на этом поле. Я имею в виду весь тот набор правил, который накопился за века существования католической церкви. Каноническое право и его тонкости. Приготовьтесь, будет скучно и заморочено, но никак по-другому. Мы будем говорить о делах земных и никакой эзотерики. Чисто математические вещи и прописанное каноническое право. Ну, если совсем немного эзотерики. Надо все-таки вспомнить 1917 год, когда некие подростки утверждали, что к ним приходила и являлась Мадонна. Хотя по описанию на Деву Марию она совсем не была похожа. И эта сеньора открыла им три секрета. Сейчас мы их называем секретами Фатимы. До сих пор все гадают, какой же это третий секрет. Но не это главное в нашем рассказе. И наша история о папе Бенедикте XVI, которого очень многие, не буду утверждать, что большинство итальянцев, считают настоящим папой. А Франциско считают, соответственно, антипапой. Почему? И еще одно почему. Почему это так важно? На этот вопрос я отвечу словами Андреа Чонча, по материалам которого его и команды кардиналов, и еще других пытливых и умных людей я и готовила этот мой рассказ. Так вот, он сказал, что если не раскрывать эту адскую подмену религии, то скоро вы будете причащаться остеей, сделанной из муки саранчи. Сами понимаете, что фраза с очень длинным выпадающим меню. Итак, начнем. 11 февраля 2013 года папа Бенедикт XVI, 265 папа Римский объявляет об отставке, но не уходит в отставку. Он означает ее на 28 февраля в 20.00. И 28 февраля вечером в 17 часов летит на вертолете в загородную резиденцию в Кастель-Гандольфо. В 20.00 по итальянскому времени вступает в силу отречения. Но не совсем отречения, об этом чуть позже. Бенедикт не оставляет за собой титул кардинала. Это значит, в конклаве не участвует. Это важно. Говорят, в силу возраста. Но так думают все, кроме самого понтифика. Надо заметить, что он был человеком очень образованным. Любил юмор и культурный досуг. Даже в 1989 году получил карнавальную премию комика Карла Валентина. С годом могу ошибаться, но факт такой есть. Хочу сразу сказать, что в этом видео нет лишней информации. Я даю реферальные точки для дальнейших ваших расследований. Про комика позже. Ранее три епископа Гроссида, Негри и Ленга публично заявили, что папу вынудили уйти. Ленга, кстати, выходец из Советского Союза, из Украины. Он написал книгу «Я нарушаю сговор молчания» о нашем с вами предмете разговора. И назвал Франциска еретиком. Их голоса не были услышаны. Папа ничего не смог сделать. И у него созрел план, как тайно передать знаки, что он не по доброй воле покинул папский престол. Дело в том, что если папа не настоящий, то на католическую церковь не нисходит больше благодать. Откуда мы знаем о плане папы? Все просто. Из его интервью и книги, где он оставил ключи. Об этом подробнее чуть позже. А сейчас разберемся с юридическими тонкостями Ватикана. Мы говорили о том, что 11 февраля 2013 года папа объявляет об уходе. Он пишет декларацию о том, что 28 февраля в 20.00 он уходит. Пишет на латыни, по его словам, для того, чтобы не наделать ошибок на итальянском языке. Латынь он знает очень хорошо. И тут есть три момента, которые обязательно нужно рассмотреть. Во-первых, папа не может назначить дату, до которой он служит Богу. Либо ты говоришь и уходишь, либо никак. Почему? Потому что отречение и избрание папы — это юридическое действие. Оно должно сразу вступать в силу. Это как будто вы стоите в ЗАГСе, вас объявляют мужем и женой, но через 17 дней. Дело в том, что только Господь дает или отнимает инвеституру святого Петра, так называемой «монус Петрину». Естественно, Бог отсрочки не делает. Ну, представьте себе таинство крещения. Вас окрестили, окунули в воду, проделали все на свете. А потом сказали, знаешь, будь осторожен, не попади под машину. Твое крещение вступит в силу через 17 дней. А то умрешь некрещеный и попадешь в ад. Во-вторых, вторая странность в самом Монусе. По статье 3.3.2, параграф 2, все того же кодекса, папа должен, собственно, отказаться от «монус Петрину», от титула, данного Богом. А он в своей декларации на латыни, которая, кстати, была написана с множеством ошибок. А Ратцингер, как я уже говорила, был прекрасным латинистом. Это сразу бросилось в глаза. И так он отказывается от так называемого «министериум», то есть от папской работы. Не от титула папы, данного Богом, а от функции папы. Надеюсь, я понятно объяснилась. То есть функцию, практику от дарованного Богом Монуса Петрину. Монус – это быть папой, а министериум – исполнять возложенные на папу функции. На итальянский и другие языки это слово перевели как «министерство». Но на латыни «монус» – быть папой. Министериум – выполнять функции папы. И это огромная разница. Поэтому папа выбрал латынь для своей декларации. Еще раз, чтобы не забыть, «монус» дается Богом, а «министериум» – кардиналами. То есть своей декларацией он должен был написать «монус», а не «министериум». И это бомба с точки зрения канонического права. Хотя правило – это конца прошлого века, если я не ошибаюсь. Но что написано пером – не вырубишь топором. Теперь мы понимаем, почему там было так много ошибок. Папа прятал песчинку на морском берегу. Латинист Лучано Канфора нашел более 20 недочетов и ошибок. И две из них были вообще неприемлемы. А вывод, что эта декларация не есть акт отречения, абдикации. И мы переходим к пункту номер 3. Папа не может по собственной прихоти отделить министериум от «монуса». Это может быть только в одном случае. И тут возникает еще один термин – «сейде импедита». По канону 412 «сейде импедита» – это когда папа не может управлять, потому что он в тюрьме, изгнании и не может общаться со своей паствой, даже посредством писем. Буду рассказывать об этом в моих видео о путешествиях. Итак, что означает этот единственный случай, когда вступает пункт 412? Это когда папа жив, не отрекся, он попросту в тюрьме или в изгнании. Но при этом он ни в коем случае не теряет мунус, данный Богом, но теряет министериум. То есть он по-прежнему папа, но не может выполнять свои функции, потому что ему просто этого не дают делать. Итак, если папа теряет мунус, то престол свободен, и можно спокойно выбирать нового понтифика. А если он теряет возможность исполнения своих обязанностей и министериум, то тут включается пункт «сейде импедита». Но это еще не все. Ключи ко всем этим странным несостыковкам лежат в озвученном часе прекращения своей деятельности в 20.00. Якобы потому, что заканчивается в это время, заканчивается рабочий день папы. Странно звучит, однако так писали в газетах. Но папа – человек, подкованный в каноническом праве. Он посылает знаки. В своей декларации он четко говорит, произносит «Оравиджезима». Помним, 20 часов, 28 февраля. А если мы исчисляем римским временем, которым время исчислялось на папской территории со времен Средневековья до Наполеона, сутки считались не с полуночи, а от заката. 28 февраля 2013 года солнце село в 18 часов. И получается, что в своей декларации он объявил 1 марта 13 часов. Или 13.30, 18.30. Неважно, важно по римскому времени. Фантастику, ребята, это еще не все. Как я уже говорила, в 17 часов до заката он садится в вертолет и летит в Костель Гондольфа, в папскую резиденцию под Римом. А там, на епископском дворце, до сих пор находятся те самые римские часы. Папа произнес свою речь под этими часами, прямо под ними, и пожелал спокойной ночи. В 6 часов вечера. Люди не поняли, почему так рано понтифик желает им спокойной ночи. А все потому, что по римскому времени была ночь. Об этом, кстати, шепнули из Ватикана. Людям, у которых закрались сомнения по поводу этого отречения. Они просто сказали, не зря папа пожелал спокойной ночи, думайте сами. И дальше ничего не сказали. Это мне напоминает времена Александра Борджа, ватиканские интриги того времени. В Ватикане все информационные бюллетени выходят между 12 и 13 часами. И на этот раз, 1 мая 2013 года, кардинал Анджело Судану информирует о созыве канклава для выбора нового папы. Случилось это в 12.45. Ловушка захлопнулась. Понимаете, к выходу бюллетени папа был еще на своем месте. Он не совершал акта абдикации. А по закону это противозаконно. И это письмо поставило все дальнейшие действия вне закона. Выбор нового папы в том числе. Какая тонкая игра. И тут сразу включается пункт 412. Сей де импедит. Автоматически папа становится пленником. А значит, мунус остается при нем. А папа без мунуса быть не может. Бенедикт XVI, часто отвечая на разные вопросы, говорил, что папа только один. Но никогда не уточнял, кто из них двоих. Таким образом, Франциск мунуса не имеет. А значит, он антипапа. Более того, если будут выбирать следующего папу, и из 81 кардинала хоть один будет назначен на должность Франциском, то и этот папа будет ненастоящим. И что же делать? Нужно собирать конклав из настоящих кардиналов. Тех из 2013 года. Без мунуса, дарованного самим Богом, папа не будет осенен Святым Духом. И католическая церковь останется без благословения. И станет тем, о чем вы подумали. Но об этом дальше. Как я уже говорила, папа Бенедикт XVI был 255 по счету. Существовало пророчество XII века, приписываемое некому Малахии о том, что папа будет всего 266. И последнего должны были звать Петром Римляниным. Ну и текст Малахии гласит о том, что во время последних гонений на римскую церковь восядет Петрус Руманус, который будет пасти овец среди множества терзаний. Ну и потом город на семи холмах будет разрушен, и начнется страшный суд, второе пришествие и все такое. Написано, что судья страшный будет судить свой народ. Тут есть допуск к интерпретации. Кстати, среди лидирующих претендентов на место 266-го папы был некий кардинал Петр Тарксон. И служил он, служит в папской курии. И еще всем известный Петро Паралин. Есть еще и гораздо более любопытные варианты, но такие спекуляции не цель нашей беседы. И, надеюсь, я понятно объяснила, в чем состоит ватиканский скандал. Осталось нарисовать еще несколько штрихов, подтверждающих все вышесказанное. Кстати, оппонентов я тоже слушала. Там больше эмоций и фраз типа «Вы все тупые, такого не может быть, потому что не может быть никогда». Папа устал и поэтому ушел на покой. Меня такая аргументация не убедила. Да, и напоследок еще расскажу немного о Бенедикте. Конечно же, о том, почему таки Франциска обвиняют в служении не тому, для чего существует папский престол, мягко сказать. Причины, конечно же, есть. Друзья мои, если вы дошли до этого пункта, где я должна вам была чертовски надоесть, то вы знаете лучше меня, что какие-то огульные, примитивные обвинения, они прежде всего скучны. Утверждение, что папа служит черным силам, это вообще не ответ. Все гораздо цветистее и интереснее. Простых и ясных вещей там нет. Уже с 4 века все так запутали, что оттуда, наверное, и надо начинать. А скорее раньше. Несомненно, раньше. Опять же, очень много разных спекуляций на эту тему, но нет ничего прекраснее твердой аргументации. Каждый из нас верит во что хочет. Мы имеем такое право. А вот папа его не имеет. Папа связан догмой, каноническим правом, правилом, всем тем, что они сами себе навязали. И это тот самый железный аргумент, показывающий с математической точностью, что папа не католик. Он не может быть папой. Если бы он созвал всю свою рать и сказал, братья и сестры, с сегодняшнего дня мы делаем то-то и то-то, делаем такие-то поправки в коде Чедальдеритту канонику, мы признаем то и это, и вообще крест больше не крест, а символ веры, он устарел на помойку его. Тогда он сидит такой рогатый, с красными глазами. И если вы с ним, все окей. Не с ним, идите и ищите с кем. Но когда правила одни, а под ковром все не так, правила подменяются, они меняются. Тогда мы можем с чистой совестью сказать, это не папа римский. Ну а вы скажете, папы и не такое творили. Да, но они не подменяли правила, они их нарушали. И это разные вещи. Я обещала рассказать о других тайных знаках, и кодах, подаваемых Бенедиктом XVI миру, о том, что он отрекся под принуждением. Все перечислять не буду, прошло 10 лет, он исписал все утиканские стены этими знаками. Фигурально, конечно. Берем с вами знаменитое интервью с немецким журналистом. Оно выпущено отдельной книгой под названием «Ультима конверсационной. Последняя беседа». При чтении создается впечатление, что вопросы были подготовлены самим понтификом, потому что видно желание ответить на них в завуалированной форме. Друзья мои, это песня. Код Недовинчи, код Ратцингера, современный бестселлер, тонкая игра. Приведу несколько примеров из этой книги, и не только. Журналист спрашивает его, вы отреклись в понедельник карнавальной недели. Это вы специально так сделали? Нет, я даже не вспомнила об этом. Это был день Мадонны Лурцкой. Ну, еще что-то там, я недословно привожу текст. Журналист имел в виду понедельник Рос, который празднует в Германии. Это день перевертыш сознания немца. Ну, как 1 апреля. Скажем так, новость об отречении своего соотечественника в этот день могли бы воспринять как шутку. Более того, в этот день выдают орден комика Карла Валентина, учрежденный Мюнхенским карнавальным обществом дураков. Этим орденом награждаются известные деятели науки, искусства, политики за остроумную публично высказанную шутку. И у папы есть такой орден. Более того, Карл Валентин был его кумиром. И молодой Ратсингер шел пешком 30 километров для того, чтобы проводить кумира в последний путь. Знал наш понтифик об этом празднике. Его отречение было частью карнавала. Когда папа ушел на покой, он снял с себя папский верхний плащ и красные туфли, заменив их на коричневые. А белые одежды оставил. Я уже не говорю о том, что он остался жить в Ватикане. И когда его спрашивали, почему он носит белые одежды, он отвечал, что других просто нет в его гардеробе. Десять лет как нет в гардеробе другой одежды, кроме папской. Либо он считал себя настоящим папой. Монус он никому не отдавал, это очевидно. Еще одну любопытную вещь сказал наш папа. Он сказал, что уже тысячу лет не было папы, который бы отрекся от престола. Это очень важно. Дело в том, что были. И последним был Григорий XII в 1415 году. То есть 598 лет назад. А что же было тысячу лет назад? А ровно тысячу лет назад, в 1013 году, другой, Бенедикт VIII, отрекся от министериума. Отличия есть в их историях. Но главное, что Григорий-то отрекся от мунуса. То есть Бенедикт XVI считал себя пленником. Как я уже говорила, сейде импедита. И, наверное, я больше не буду перечислять коды Ратцингера. И, скажем, два слова о Франциске. Как вы понимаете, по каноническому праву и по божественному тоже, Бог все видит, он не может являться законным папой. И он это знает. Зачем тогда была узурпирована власть? И имеет ли для него значение, что он не получил мунус? На эти вопросы может быть множество ответов. А правильного, наверное, найти мы не сможем. Можно только предполагать. Но я уже не хочу рассусоливать этот материал. Покажу только то, что имеет конкретный смысл. Если у Ратцингера есть свои коды, то у Берголью они свои. И они считываются достаточно легко. Кстати, семья Берголью – выходцы из Пимонта, из городка Асти. Я часто там бывала. Мы с одним сценаристом работали, прописывали сценарий фильма, если кто помнит из моих постоянных слушателей. Так вот, семью эту прекрасно помнят. Корни его там. В общем, он итальянец с аргентинским акцентом. Бабушка и дедушка по отцовской линии обвенчались в церкви Санта-Тереза в Турине 20 августа 1907 года. А год спустя их старший сын Марио Джузеппе Берголью, отец папы Франциско, тоже крестился здесь 6 апреля 1908 года, через 4 дня после своего рождения. И папа Франциско посетил Санта-Терезу спонтанно во время своего визита в Турин 21 июня 1915 года, когда была выставлена последний раз Туринская плащаница. И напомню, что Турин самый мистический город Европы, где находятся врата ват и всякие там другие штучки. Итак, я говорила о том, что поведение папы Франциско тоже считывается. О его неожиданно непочтительном отношении к Деве Марии я говорить не буду, потому что иначе этому видео не будет конца. Покажу две вещи, скорее всего, вы о них знаете, но повторюсь. Это, собственно, нагрудный крест Франциско. Он не золотой, как обычно, а серебряный. И на нем изображен иконографический сюжет Бон Пасторе «Добрый пастырь». Обычно мы видим пастыря, как на картинке, я вам покажу тут или тут, а тут со скрещенными руками. Это иконография розенкрейцеров «Розой Крочи» с вытекающими последствиями. Еще большое любопытство вызывает тот факт, что Франциск привез в Ватикан латиноамериканского идола Пачо Мама. Она отображает, изображает культ Земли. Он не только привез ее сюда, но и совершал языческие ритуалы в самом сердце католицизма. О религиях не спорят, у нас свобода совести. Однако для Ватикана это, ребята, святотатство. Ну и преподносится под соусом «Будем дружить со всеми религиями». Но это ответ не для тех, кто задумывается. И тут, кстати, выходит статья о том, что на празднике чествования Пачо Мамы вдруг закопали живьем молодого человека, а он взял и выбрался из могилы. Да, он напился накануне до одыря, проснулся, отпазыв в туалет, думал, что дома. Но ситуация оказалась не совсем обычной. Раньше, не теперь, конечно, не теперь, ей приносились человеческие жертвы. А тут вдруг взяли и опять закопали парня. И тут вспоминаем третье пророчество Фатимы. Его должны были вскрыть в 1960-м, если я не ошибаюсь, но идут слухи, что масоны его подменили. А там было написано, что в последние времена на папском престоле будет сидеть он, князь мира сего. Вот такие бродят слухи по Италии. Не только такие. Обсуждать это мы не будем. Тема эта нескончаемая. Очень много можно сказать про Франциско. Не думаю, что в этом есть особый смысл. Его высказывания, его встречи с любопытными еретиками, его отношения к Деве Марии, ритуалы. Человек на виду. У человека какая-то миссия. Он не католик. Это главное, что нужно знать. И, пожалуй, на этом я бы хотела закончить. Хотя у меня есть чувство, что я не досказала что-то очень важное. И мне бы не хотелось снова возвращаться к этому материалу. Но некоторые исторические материалы я бы приложила, например, про так называемые пророчества Малахи о папах. Кстати, о пророчествах. Есть любопытные вещи, написанные высокопоставленными католиками. И просто католиками России. Я не знаю, делал ли кто такой материал о русском сегменте YouTube. Но давайте с вами пробежимся быстро. Сурлючия сказала, что Господь призовет Россию, чтобы наказать другие народы за грехи. Архиепископ Фультуншин, он умер в 79-м, сказал, что придет время, когда Красная площадь будет называться Белой. То есть не Советская. Из Советской она станет католической. Это он имел в виду. Не знаю, знал ли он, что Красная – это красивая, а не большевистка, наверное, знал. Возможно, он имел в виду некрополь на ней, под ней. Один Бог знает, что он имел в виду. Самое интересное, сказал Масимилиан Кольби, польский францисканец, который погиб в Освенцию, заступивший за другого человека. Однажды, говорит он, иммакулата, имеется в виду непорочная дева, будет царствовать в Кремле, а из Кремля над всем миром. И Папа Пей XII, помолимся Божией Матери, чтобы русский народ реализовал чудесный дар Божий, свободу исповедания веры. Придет время, и вера вернется опять сиять в России. Ее свет будет виден от запада до востока. Учитывая, что разделение церквей на православную и католическую произошло в 1054 году, то можно предполагать, что имеется в виду свет ранней церкви. Потому что потом все было очень жестко. А может, они о своем, если смотреть на обстоятельства времен Второй мировой войны. Так в чем же смысл? Я не буду углубляться, но следуя логике сегодняшнего разговора, католическая церковь потеряла Мунус. Рим падет, как вавилонская блудница, а Мунус перейдет в Кремль. Вот вам Третий Рим не тогда, а сейчас. Логика такая. Это не моя логика. Это все итальянцы и живущие сегодня и давно ушедшие. Меня такая логика не убеждает. Но если чудесным образом СВО закончится через 70 недель после его начала, или 69, кажется, тогда я вернусь к этому вопросу и во что-то смогу поверить. На этом у меня все. Если даже не совсем все. А вам спасибо за внимание. И до следующих встреч.